здравствуйте стив здравствуйте здравствуйте как у вас дела очень хорошо спасибо и вас и у меня тоже спасибо стив сегодня я хотела бы задать вам несколько вопросов у вас и о том как вы учите иностранные языки скажите пожалуйста сколько сейчас вы языков знаете и на скольких вы можете говорить но я могу говорить на 12 языках включается русский и сейчас я занимаюсь занимаю корейской корейским даже последние не знаю 15 месяцев больше всего я занимал чешском хотя хотя когда я говорю на русском я делаю много ошибок но все-таки я решил изучать другие другие языки потому что это всегда очень интересно я я знаю что я делал но много ошибок но изучение языках это позволит меня узнать о разных культуре разных стран и истории все это для меня очень интересно но я не является перфекционистом отлично а вы потом едете в ту страну чей язык вы учите то есть вот вы чешский учите вы потом в чехию едете или вы просто для себя у меня есть да когда я начинаю изучать язык но я хочу там посетить посетить страна это будет после после года потому что я не буду я не хочу посетить страну где я не могу общаться в языке на их языке потому это но и это мой способ изучения это больше всего слышать и и читать и конечно и я использую наши системы чтобы увеличить количество слова не запасы это это очень очень важно для меня хотя сейчас я когда я говорю на русском есть много чешких слов но словами запас это это самое важно потому что если вы у вас нет до большой слова не запас очень сложно понимать что говорят люди поэтому хотя я говорю с ошибками но это не важно я хочу понимать что говорят люди и я хочу читать поэтому но например например чешского но я один год я много слышал читал что очень интересные книги там в чешской радио есть очень интересные программы я много слышал и читал и потом я был в праге это был как закрепление данное закрепление материала я делал так что каждый день имел возможность говорить с людьми потому что у нас есть член или которые живут праге и там я говорил 6 часов каждый день по чески это было очень очень полезно и очень да вы скажите вы учите всегда только один язык или вы сразу по два по три языка учите я предпочитаю сосредоточиться на один язык но проблем это сейчас я не хочу забивать русский и не забивать чеш там и поэтому сейчас я... Я изучаю немножко корейский и тоже я пытаюсь поддерживать уровень на русском и чесском. Поэтому сейчас я не могу сосредоточиться на корейском, потому что мой уровень в русском или в чесском недостаточно. Я должен продолжаться что-то делать на этом языке. И поэтому сейчас я могу сказать, что я изучаю 3 языка. То есть вы, как и все обычные люди, вы тоже языки забываете? Да, я правильно? Конечно, конечно. И не только я хочу поддерживать мой уровень, но я хочу улучшить уровень. Да, да. А с чего вы начинаете вообще изучение языка? С алфавита, с грамматических правил? Конечно, если алфавит отличается от латинского, например, русского и корейского, я должен это узнать. Но это несколько недель. И потом, чем более вы читаете, тем более вы будете привыкнуть к этому системе писания. Я буду очень легко читать о грамматике. Но я знаю, что я не могу вспомнить. Я не могу иногда, например, на русском, я не могу понимать все эти объяснения. Потому что у меня нет опыта с языком. Поэтому я буду больше всего слушать и читать очень простые вещи. И я буду слушать много-много раз. Один и самый текст слушать много-много раз, читать. И, конечно, слов, которые я не знаю, я буду искать на словах. Я использую систему. Сейчас, последние пять лет, я только использую систем-линк. Это позволит мне увеличивать словарный запас. И после прошлых два-три месяца я могу начинать с содержания, которые у нас есть. Которые меня интересуют. Но в первом начале это невозможно. Но первые два-три месяца это, да, содержание, содержание, которое наисол, но скучно. Но это надо делать. И потом я могу начинать с вашей китарисол, которая более интересна. А сколько лет вообще в общей сложности вы учите языки? Десять, двадцать? Сколько? Когда вы начали учить языки? Да, но это сложно сказать, потому что я могу сказать. Последние десять лет я очень, да, да, я начинал, как это сказать? Я начинал, как это сказать, сосредоточиться на изучении языка. А, всё. Но, в принципе, это не было так, но я жил в Японии, я был в Франции, там, я студовал в Франции. Но всегда в моей жизни у меня была возможность изучать языки, потому что это мне было нужно. Но последние десять лет это не нужно, это интерес, это область. И у меня сейчас, да, шесть-десят семь лет. И последние девять лет я изучал звук, несколько процентов. Я изучал, ну, кантонский, чешский, русский, португальский. Угу. Ясно. Спасибо огромное, Стив. Очень интересно получилось интервью. Спасибо. Да, я думаю, слушатели узнали много у вас, да? Да, да. Алло. Да, алло, алло. Извините, потому что я говорил немножко с трудностями, потому что мне хватит практики на русском, потому что я больше всего занял чешский, потом испанский с Мексикой. Но я надеюсь, я буду готов, чтобы 31 марта говорить немного лучше по-русски. Ну, вы на самом деле, вы хорошо говорите. Все, абсолютно все понятно, что вы говорите. Спасибо. Потому что, да, вы говорите очень хорошо. Если учитывать, что вы очень мало общаетесь по-русски, то отличный, у вас отличный русский. Спасибо. И огромное спасибо, что вы согласились на это интервью. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Так, до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...